Новости в эфире нашего канала. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вначале кратко о главном. Марафон школьных звонков. Покажем самые яркие моменты из разных уголков региона. Экомобиль начал путешествия по городам и весям. В чем суть проекта и почему мы его так ждали? Конвой, прорвавшийся сквозь время. Архангельск отметил 78-ю годовщину Дервиша. И летний спортивный сезон в Поморье закрыл фестиваль уличной культуры. Много ли ее поклонников живет на севере? Итак, сегодня начался новый учебный год для школьников Ерцева, что в Конорском районе, он особенный. Там открыли новую школу. По уровню она не уступает столичным. Более того, включает в себя и школу искусств. Юлия Митина была на открытии. И вот ее репортаж. Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем, без причины не проспим. А в такую школу и опаздывать-то не хочется. Новая, уютная, комфортная. Не то, что раньше. Еще недавно школьники поселка Ерцева ходили на занятия в три здания. Деревянные и неуютные. Строить новую школу начали еще в 2017. И вот 1 сентября этого года она открыла свои двери. Долго ждали, потому что здания очень старые были. Но мы надеемся, что они будут только пятерки получать и хорошие знания. Для этого в школе есть все возможности. Большой спортзал и площадка для уличного спорта. В классах удобные парты, доски и современные проекторы. Для школьников постарше – обновленные предметные кабинеты. Например, в классе химии и биологии – полная комплектация. Наверное, нам приходилось только мечтать об этом. Теперь это все в реальности. Оборудование, таблицы разные. Я, как учитель русского языка, это тоже много пособий, словарей много. Для начальной школы развивающих пособий. Тоже лаборатории для них цифровые пришли. Школа в Ерцево с эстетическим уклоном. Поэтому в одном здании – школа искусств. Для творчества приобрели новые музыкальные инструменты, сделали класс дизайна, игры на фортепиано и специальные помещения для хора. Новая школа – это более 9 тысяч квадратных метров. Строить ее, по словам подрядчика, было непросто. В проекте было множество ошибок, но уложились в срок. По всем теплотехническим характеристикам отвечают все современные требования. Было сделано зимой. Приглашали специально организацию, которая снимала теплопотери. Все в норме. Школа в Ерцево – восьмая, построенная за последние шесть лет. В рамках программы до 2024 года обещают построить еще пять. Мы открыли новый этап развития этого поселения. Никак не меньше, поскольку речь идет о том, что мы сделали задел в будущем. Вот сегодня 230 детишек, которые здесь будут обучаться, причем получилась так, школа, она сразу и вместе со школой искусств, по сути дела, воспитываться в этих стенах храма науки и знаний. Мы вернули им веру в то, что они здесь нужны. В ближайшее время в Ерцево возведут и новый детский сад. Ну а пока дети новой школы единогласно... Довольны! Юлия Митина, Ольга Красулина, Регион 29. День знаний в 33-й архангельской школе встретили дважды в грядущем учебном году. Здесь будут учиться и ребята из 9-й школы, здание которой сейчас поставлено на капитальный ремонт. И пусть школьников ждут две смены, на их настроении это не сказалось. В этом убедилась Наталья Пулина. Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем, без причины не проспим. Новый учебный год наступил для учащихся 9-й архангельской школы. В начале этого года родные стены были признаны аварийными. Поэтому дружной школьной семьей пришлось переехать в 33-ю школу. В связи с возникшими трудностями, конечно, мы очень опасались, что мы вообще не наберем первоклассников. Потому что, конечно, отдаленность школы, она играет такую негативную роль. Но мы набрали 26 первоклассников. Первый А особенно и тем, что стал пятым по счету кадетским классом. Эстафетную палочку в виде первого звонка им передают выпускники. Егор Сухаревский, воспитанный родной альмаматер по всем канонам кадетского класса, собирается и дальше приносить пользу родине. Мечтает стать пилотом. Школа дала жизненный опыт по большей части, знания, естественно, как школа же у друзей. А Анастасия Юдина надеется, что со школы прощается ненадолго. Именно в школе я поняла, что я не хочу расставаться с детьми и хочу жить с ними на протяжении всей своей жизни. Я хочу вернуться и вести уроки у детей, быть учителем начальных классов. И для школьников, и для учителей год обещают быть непростым. Уроки будут проходить в две смены, пока собственные здания будут капитально ремонтировать. Уже в этом месяце станут известны результаты госэкспертизы. Будут учиться дети, и, соответственно, нам бы хотелось получить объект, к которому потом нужно будет каждый год возвращаться и какие-то маячки размещать в подвалах либо на стенах. Поэтому вот такова задача. На капитальный ремонт 9-й Архангельской школы из областного и городского бюджетов выделено 250 миллионов рублей. Наталья Пулина, Евгений Зыков, Регион 29. А всего на подготовку школы региона к новому учебному году было потрачено 750 миллионов рублей. В два с половиной раза больше, чем в 2018. Как сентябрь начался для учеников 3-й гимназии Архангельской и морского кадетского корпуса, расскажем далее. Мы, Индиана, этот праздник знаем. Это праздник наш. Ведь сегодня первоклассник – самый главный персонаж. В этом году в 3-й Архангельской гимназии 120 детей впервые сели за парты. Не забывают учителя и про своих выпускников. У вас трудный год, но он очень ответственный. Проведите его так, чтобы все, что произойдет в этом году, имело точку отсчета в вашей дальнейшей биографии. Вы готовы покорять новые вершины. Первый звонок – символ передачи школы от 11-ти классников к первоклассникам. Вместе с тем для всех школьников звучат напутственные речи и добрые пожелания. Самое любимое мое выражение – это «non scolus et vitae distimus». Мы учимся не для школы, а для себя. Вот если вы будете так воспринимать эту действительность, то все у вас будет хорошо. С первым, вернее, со вторым сентября. Всех поздравляю. В стенах морского кадетского корпуса торжественная линейка, словно военный парад. Первоклашек тут нет. В кадеты принимают пятиклассников. Я еще даже хотела, потому что мой дедушка тоже был моряком. Ну и мне здесь очень понравилось, и я рад. Статус простого школьника на звание «кадета» сегодня сменились 47 учеников. Теперь придется привыкать к новому распорядку, а если что, молодых кадетов всегда поддержат родители, братья и сестры. Почему выбор пал на морской кадетский корпус? Ну, здесь очень много дисциплин, где реально ребята могут проявить себя, получить опыт. Например, брат у меня играет в оркестре, на кларнете, и ему очень нравится. Я вижу, что сегодня кадеты подготовились к новому учебному году в хорошем настроении, в хорошем расположении духа. С улыбками на лице так и должно быть, дорогие друзья. Ведь вас ждет впереди насыщенный, интересный новый учебный год, новые друзья, новые учебные программы, учебные дисциплины. Сегодня кто хочет добиться большего, тот ставит большие цели, и кто их достигает, тот меняет мир. И я верю, что выпускники Архангельского кадетского корпуса изменят мир к лучшему. Дерзайте, мечтайте. Первый школьный день – время праздника и новых знакомств. А уже завтра начнутся учебные будни. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Регион 29. 840 учеников сели за парты в 43-й школе столицы Поморья. Старт учебного года здесь выдался по-настоящему праздничным. Помимо Дня знаний, ребята, родители и учителя вместе открыли новую спортивную площадку. Ее построили в рамках программы бюджетовых возможностей. Проект стал победителем голосования в прошлом году. Анна Рязанова расскажет детали. Учебный год сулит ученикам 43-й школы Архангельска множество перемен. С 2019-го образовательное учреждение переходит на обучение по новому федеральному госстандарту. Пятидневную учебную неделю и уроки по 40 минут. Но и это еще не все новшества. В этом году у школы появилась спортивная площадка. Этого поля нам очень не хватало. Теперь мы будем тут проходить тренировки. Будем чаще тренироваться. Собственно, результаты будут лучше. Радости, конечно, есть. Но есть огорчение в том, что отсутствуют турники, брусья и всякие лестницы. Стремиться, конечно, всегда есть к чему. Но если учитывать, что раньше на этом месте были старые турники и ямы, то эта площадка с оборудованным пространством для игры в волейбол, баскетбол и футбол – настоящий подарок судьбы. А если поточнее, результат реализации городской программы бюджетовой их возможности. В 2018 году проект спортплощадки, разработанный Советом отцов и администрацией 43-й школы, стал победителем народного голосования. На воплощение идеи в жизнь потратили более 2 миллионов рублей. Ну, безусловно, пришлось потрудиться. Опрос был среди детей, среди родителей, среди жителей даже ближайших домов, ближайших нашего округа в целом. Вместе сделать Архангельск лучше. Под таким девизом проект бюджетовой их возможности реализуется в столице Поморья уже второй год подряд. Горожане предлагают свои идеи, лучшие инициативы проходят отбор и получают финансирование из городского бюджета. В прошлом году на реализацию проекта было выделено 5,5 миллионов рублей. В этом году, вы знаете, в данный момент до 15 сентября голосование это идет. И мы как раз ожидаем тоже большое количество голосов. Уже на сегодняшний день подано больше 5 тысячи голосов. Там тоже выбраны проекты, в том числе по нашим бюджетным учреждениям. Поэтому приглашаем всех к голосованию. Объем финансирования проекта на этот год 6 миллионов рублей. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Регион 29. Порог Холмогорской средней школы сегодня приступили 500 ребят, из них 57 первоклассников. Концерт в честь начала нового учебного года как репетиция больших торжеств В этом году учебному заведению исполняется 80 лет. Сегодня в одном ряду и первоклассники, и выпускники. Я сегодня приехала в родную школу. Ровно 40 лет назад я пошла сюда в первый класс. Было понимание, что наступает взрослая жизнь и ответственность. Я уверена, что сегодня большая часть учеников тоже уверены, что они уже взрослые люди. Школа участвует во многих федеральных программах и недавно стала центром гуманитарных и цифровых технологий. Это позволит закупить современное учебное оборудование. Праздник встречи с одноклассниками и учителями сегодня был у ребят Междуреченской средней школы, это Пенежский район. На торжественной линейке 109 учеников. Школа небольшая и параллельных классов там нет. Впервые за партой здесь сели всего 9 юных пенежан. Я по улице иду, не за учку с мамой. Я семью не подведу, буду умным самым. Возможности для этого есть. Школа первая в районе стала обучать ребят азам робототехники. Приобретен специальный компьютер и 3D принтер. Вы сегодня приобрели новый статус, немножко повзрослели. Теперь будете постоянно ходить в школу, учиться. Надеюсь, на отлично и хорошо. Также на праздничной линейке педагогам Междуреченской школы были вручены грамоты и благодарности от регионального министерства образования и администрации Пенежского района. В Ленском районе сегодня за партой сели более полутора тысяч учеников. 150 первоклассники. Новый учебный год для юных линчан ознаменовался приятным сюрпризом. Ко дню знаний в районе капитально отремонтировали сразу 8 школ. Это Ремель-Шава продолжит. Родион Головушкин сегодня, пожалуй, главный ученик школы в селе Ирта. Он единственный из 18 ребят, для кого школьный звонок звенит впервые. Радость и гордость от начала нового этапа в жизни дополняют эмоции при виде обновленной школы. Нравится классы, нравится школа. У меня дети тут выросли. И я очень довольна, что такое тут строительство произошло. Очень хорошо. От старого здания Иртинской школы строители оставили только фундамент и несущие стены. Все остальное было заменено. Была замена кровля, окна, двери, все инженерные коммуникации от отопления до пожарной сигнализации. Видеонаблюдение. Была сделана внутренняя отделка. Был модернизирован спортзал. Пол был поменен, потолок. В общем, полностью можно было поменять. Здание мы поменяли. Такие же масштабные работы прошли еще в семи школах и восьми детских садах Ленского района. То, что мы увидели в первом классе, когда только пришли, это не сравнится с тем, что мы видим сейчас. Новая школа. Как ремонт. Это все так непривычно видеть. Новые стены. Как будто пришли в совершенно другое место в этом году. Благодаря капитальному ремонту, например, школа в селе Ленов, в которой учатся всего 36 ребят, смогла кардинально решить две проблемы. Плохое отопление и протекающая кровля. Ремонт кровли мы постоянно сучняли своими силами. То есть работники школы латали те места, где кровля протекала. Отопление справлялись тоже с помощью дополнительных источников обогрева. То есть ставили в классах обогреватели. Кроме капитального ремонта зданий, к началу нового учебного года в школах Ленского района установлены новые пожарные сигнализации, появилась система видеонаблюдения, была обновлена мебель. Новая мебель, она отвечает более, можно сказать, санитарным нормам. То есть уже нет острых углов на мебели, она более светлая, она более качественная. В ближайшее время при некоторых учебных заведениях появятся и дополнительные спортивные площадки. В селе Лена их будет сразу две. Комбинированная для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также спортивно-военизированный городок «Полоса препятствий». Мы очень обрадовались, когда увидели это все. Увидали, и у нас был прям шок такой. Мы думали, что только школу починят, а починили и поставили еще нового много. Помимо учреждения образования, в Ленском районе ремонтируются дороги, больница и детский дом. Всего 57 объектов. Некоторые еще в работе. Капитальный ремонт идет в рамках соглашения между правительствами Архангельской области и Москвы. Партнерами выступают технопарк и фонд развития Ленского района. Этари Малишава, Олег Сивачек, регион 29. Архангельские студенты отметили День знаний на традиционном факультативе. Общегородской праздник собрал несколько сотен гостей. Взять урок по военно-спортивной подготовке, получить первые навыки спасателя, попробовать себя в регби или просто встретиться с друзьями и весело провести время. В Петровском парке более 40 интерактивных площадок. Мы знакомимся с новыми людьми. Это вообще для нас новое место. Как бы интересно тут. Мы в этом году, ну, такое негласно, но празднуем юбилей десятилетний. И с года в год мы стараемся ребятам показать все более, более интересные какие-то площадки. Для гостей праздника выступили и местные артисты. В этом году тема факультатива – фьюжн-кафе. Концепция данного мероприятия – формируй свой бутерброд из предложенных ингредиентов. Вот такое у нас сегодня предложение для студентов. А в ингредиентах все возможные площадки. К завершении праздника на площади перед театром драмы выступила известная в России исполнительница Анна Баронина. К концу этого учебного года 28 школ в Северодвинске полностью перейдут на систему раздельного сбора отходов. В том числе и некоторые учреждения здравоохранения и культуры. Пилотный проект готовят к запуску в 17-м лицее города Корабелов. Подробнее Николай Цеп. Здесь установлен контейнер под смешанный мусор и контейнер под бумагу и картон, а также под пластик. Главная кола города презентует первую контейнерную площадку в Северодвинске на территории школы, где появилась возможность разделять отходы. В городе Корабелов стартовал пилотный проект по организации целой системы раздельного сбора в учреждениях социальной сферы. На первом этапе в списке сразу 14 зданий, в том числе здравоохранения, учреждения культуры, но больше всего объектов из системы образования. Сейчас в данный момент у нас участвует 5 школ, одно учреждение дополнительного образования и наше подведомство учреждения Центра обслуживания образовательных организаций Северодвинска. Модернизируют контейнерные площадки за счет организации, которая будет перерабатывать или перепродавать разделенный мусор, а внутри зданий новые урны установят за бюджетные деньги. Вот тут будут как раз контейнеры для бумаги, для пластика и для прочих отходов, чтобы детям это было удобно. Также по три урны появятся в каждом классе. На закупку мусорных баков в кабинеты и рекреации с семи учреждений образования потратят почти миллион рублей. В 17-м лице новые урны появятся до 10 ноября. Сейчас идет процедура закупки. Мы хотим охватить, конечно, весь город. Но пока начнем с нескольких учреждений. Такие у нас 14 пока учреждений будет. А дальше у нас в планах по всему городу внедрять раздельный сбор во всех учреждениях социальной сферы. Как минимум все школы Северодвинска к следующему учебному году планируют перевести на раздельный сбор отходов. За это время директора должны будут подготовиться. Ведь пока главная проблема перехода на новую систему не соответствие контейнерных площадок всем современным санитарным правилам. В основном это расстояние до жилых домов и самого учебного заведения. Николай Цып, Михаил Шокур, Юлия Куницкас, Регион 29. Впрочем, отсутствие контейнеров для раздельного сбора не помеха для того, чтобы начать собирать мусор раздельно. В этом уверены активисты нацпроекта «Единая Россия» под названием «Чистая страна» и общественники из организации «Добрые соседи». Вместе они объявили о старте акции «Экомобиль». Как она работает, расскажет Михаил Меньшинин. Не выкидывать мусор, а продавать его. Такую возможность жители столицы Поморья получили благодаря акции «Экомобиль», организованной общественным движением «Добрые соседи» и партией «Единая Россия». По городу курсирует специальная машина. По заявкам останавливается в разных дворах и собирает вторсырье. «Сырье – это товар. То есть мы его покупаем у людей и дальше его продаем на переработку. То есть мы его формируем уже в большие партии для транспортировки. И у нас на логистике мы получаем, в принципе, хорошую экономию. То есть предприятия, издаем это предприятиям, которые занимаются непосредственно уже сбором больших объемов вторичного сырья». В акции «Экомобиль» людям за килограмм сданной макулатуры заплатят 2 рубля. За килограмм пластика – 5, металла – 10 рублей. А килограмм стекла оценивают в 20 копеек. Для взрослых суммы символические, а для детей – это возможность заработать первые деньги. Тем более, эта акция – часть партийного проекта «Единой России. Чистая страна». Одна из задач которого – экологическое просвещение и особенный упор здесь на подрастающее поколение. «Если мы вспомним, как это было раньше, когда пионеры с встроенными рядами собирали макулатуру, собирали металлолом, им помогали родители. Это было потому, что все хотели жить в чистом районе своем. Поэтому партия будет проводить экологическое просвещение. Ну и не только партия. У нас в проекте участвуют профессиональные экологи, в проекте участвуют общественники». Сейчас организаторы проекта «Экомобиль» выезжают во дворы по заявкам жильцов. Но в дальнейшем планируется сделать акцию постоянной. Сейчас разрабатывается логистика и маршрут движения автомобиля. Продумываются его стоянки. Организаторы призывают всех не оставаться в стороне и сделать Архангельск чище и комфортнее. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, «Регион-29». Сейчас реклама, а после расскажем, кто и как отметил в Архангельске день Аиста и каким был финал регионального спортивного проекта «Выходи». Дождитесь. Газета «Правда Севера» при поддержке регионального союза садоводов объявляет конкурс на лучший садовый участок. Для участия в конкурсе найдите и заполните анкету, опубликованную в газете «Правда Севера». Отправьте ее вместе с фотографиями вашего участка на почтовый или электронный адрес. Выигрывайте сертификаты в МЕГУ на 15, 10 или 5 тысяч рублей. Читайте 557 отзывов довольных клиентов на сайте академиямебели29.рф и приходите за своей мебелью в ТЦ-центр, второй этаж. Академия мебели. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем новостной выпуск. Архангельск отметил 78-ю годовщину с момента прибытия в город первого союзного конвоя «Дервиш». Шесть судов доставили в архангельский порт военную технику, одежду, шерсть, олова и другие ресурсы. Конвой не был замечен немецкой разведкой и пришел без потерь. В архангельске 78-ю годовщину прибытия «Дервиша» по традиции отмечают митингом. У закладного камня тем, кого не вернуло море, собрались десятки людей. Конечно, по радио не объявляли, но между, знаете, как это? Американцы идут, американцы. На Чумбаре-Лучинске я жила, а у улицы Энгельса там было посольство американское. И каждое утро из нашего окна было видно, как они поднимали вот этот свой флаг. На митинге почтили минуты молчания о память погибших моряков. Прозвучали скорбные пароходные гудки, а к закладному камню возложили гирлянды и красные гвоздики. Вспомнить всех участников северных конвоев, всех, кто выжил в те годы, всех, кого не вернуло море, кто погиб в наших ледяных водах северных морей. И именно этим людям мы благодарны за то, что на сегодняшний день мы живем под мирным небом, что у нас город жив, город строится. День Аиста в 12-й раз прошел в Архангельске. Это праздник, который объединяет приемные семьи столицы Поморья. Традиционно родители с детьми отправились на речную прогулку на пароходе «Колесники Гоголь». На судне для них организовали анимационную программу. Детский праздник запомнился шоу мыльных пузырей, кукольным спектаклем от театра «Понарошку» и мастер-классами. Про чувства я вам скажу одно. Это пока вы не возьмете ребенка из другой семьи, из детского дома, вы не узнаете, что это такое, потому что это чувства новые. Это и радость, это и тревога, и переживания. То есть это все вместе, но в конце концов, когда проходит период адаптации, все будет хорошо в любой семье. Сегодня Архангельск занимает лидирующие позиции среди городов, где растет количество приемных семей. У нас 80% обычно детей мы переводим в приемные семьи. Наши семьи очень активно принимают в этом участие и ребятишек берут. На сегодняшний день у нас 565 замещающих семей, в которых воспитывается 658 ребятишек. Всего в Архангельске на учете в органе опеки сегодня состоит более 800 детей, оставшихся без попечения родителей. Летний спортивный сезон в Архангельске закрыл фестиваль уличной культуры «Урбан Челлендж». Он стал последним мероприятием в рамках тура «Выходи», который проходил по всей области. Каковы итоги тура? Расскажем далее. Фестиваль «Урбан Челлендж» – финальная точка тура «Выходи», который стартовал 1 июня. Теперь время подводить итоги. За три летних месяца организаторы с мобильной экстрим-площадкой проехали по 10 районам. И в каждом состоялся настоящий спортивный праздник. Скалодром, батут, танцпол, стритбол, парк для скейтбординга и роликов. Эти площадки появлялись в каждом районе. И везде количество участников спортивных состязаний превышало планы организаторов. Комментарии, которые мы читали после приезда в каждый город, они вызывали слезы умиления на глазах, потому что эти дети, эти подростки, они были так рады возможности поучаствовать в таком мероприятии. Это было очень приятно. Проект «Выходи» был организован активной молодежью при поддержке фонда президентских грантов, регионального правительства и центра спортивной подготовки «Водник». Главный итог, что проект будет жить, он это доказал, он доказал свою состоятельность. И на следующий год, я думаю, что количество городов по Архангельской области увеличится, так же, как и количество участников. Тур «Выходи» завершился, но организаторам осталось решить важный вопрос. Кому из муниципалитетов оставить площадку мобильного скейтпарка? Заявки на конкурс подали больше 60 муниципалитетов из пяти районов области. Кто станет победителем и сколько их будет, в итоге станет известно через две недели. Владлена Романова, Михаил Меньшинин, Светлана Михеевская, Регион 29. Такие новости, материалы выпуска уже можно увидеть в нашей группе ВКонтакте. Адрес на экране. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»